Привет, сегодня я снимаю так и себе. Итак, сейчас я сяду на кровать. Вот, на зоне была не моя кошечка, но, наверное, она вам не видна. Итак, в общем, давайте начнём. Итак, первый вопрос. Так и себе или так и обо мне. Я только что пришла с школы тысячи дней, да, только что. И решила не переодеваться, так как это школьная одежда. Ну, как бы, она хорошо смотрится в кадре. В общем, первый вопрос это, где я живу, в каком городе. Я живу в Минске, на улице Левкова, 10, кому интересно. Там, рядом с Воронянского. Здесь, там, не помню какой район. Ну, то есть, Левкова, 10, у меня улица, около Виталюжа и Живинки. Скоро мы будем переселяться, поэтому, кто собирается, может навестить меня летом, кому нравится мой канал и кто его любит. Вот, ну, мне кажется, таких нет. Или есть, я не знаю. Вот. Да, я живу в Минске, на улице Левкова, 10, как я сказала. Но я скоро буду приезжать в новую квартиру, через месяцок, там, через полтора, так. Поэтому, пока что, можете приезжать ко мне, если кто хочет, опять же. Живу в Минске, на улице Левкова, 10. Подробно не могу, как бы, рассказать, да. Подъезд третий, с одной стороны и с другой. Да, как бы, да. Там всего у меня 6 подъездов, вроде, или 2, или 5. Да, 5. 5 подъездов там. Ну, там дом, конечно, вот так. Да, там один дом и 5 подъездов. Вот. Да. Вот. Ну, что бы еще сказать. Да-да-да. Мой любимый цвет. Да, мой любимый цвет зеленый. Так, и четвертый вопрос. Есть у меня животные. Конечно, вы поняли, что у меня есть животные, но это одно моё животное. У меня было 3. У меня, да. У меня было 3, и сейчас 2. Потому что мой хомячок умер. Мне его жаль. Кстати, мы думали, что моя улитка умерла, но она не умерла. И кто хочет, я уже снимала тупую программу про свою кошку. Тогда я была упоротая очень. Но кто хочет, могу снять видео про свою кошку. Кусака малая. Её зовут Глаша. А улитку Вера? Да. Вот. Итак, пятый вопрос, вроде, да. Блин, какой пятый вопрос? С какого числа он на день рождения? Ну, конечно, все поняли. 11 апреля. Да, это как можно не читать. Пятый вопрос. Сколько у меня пэтов? Я в последнее время вроде 56 пэтшопов сочетала. Или 60. Я не помню именно сколько. Я давно уже делала видео. И вообще не выкладывала его. Не выкладывала его. Кто хочет, обязательно пишите комменты. Я уже... Мне надоело, что никто не пишет комментарии. Я, конечно, никогда не буду уходить со своего канала. Хоть от меня все отпишутся, и у меня останется 0 подписчиков. Я никогда не буду уходить со своего канала. Никогда. Конечно, когда мне станет 30, я, конечно, не буду уделять канал. Но не буду, наверное, вкладывать видео. Да. И у меня... Да, у меня будет вообще уже другой канал. Или вообще не будет канала. Или я буду снимать какого-нибудь там... Типа программа кухни. Я знаю многих тёть. Они снимают такие, типа, для малышей, такие с переводчиками. Какие-то там... То есть что-то там, вот. Так уже вроде седьмой или восьмой... Ну, давайте седьмой вопрос. Всего 10. Седьмой вопрос. Моя любимая игрушка. Это мой бычок. Сейчас я могу показать. Опа, вот это мой бычок. Да, это страна. Меня купили в Гомеле. Да, вот. Ещё всё обо мне. Где я родилась. Да, вот. Где я родилась. На каком районе я родилась. Вот. В общем, сейчас это будет восьмой вопрос. Я его расскажу вам сейчас. Вот такая вот моя любимая игрушка. Это быча. Вот такая вот быча. Такой няу. Он вообще очень мягкий. И у него в попырочке есть такие попырочки. Итак, давайте следующий вопрос. Ну, я просто с ним как бы уже не сплю. Но я как бы с ним сплю. Ладно, давайте продолжу. Он, конечно, уже усло. Вот. Но у меня беременный. Беременный. Так, давайте дальше. Здесь вам хорошо видно. Вот. Да. И давайте дальше. Как я уже сказала. Это вопрос. У тебя родилась всякая такая. Я родилась в Гомеле. Мы переехали в Минск. Сказать, как у папы тут была работа. Если бы не работа, я бы шла в Гомеле и училась бы там. Да. Я там вообще очень мало ходила в садик. Мне там именно очень нравились садики. А вот в Минском садике там просто офигенско. Рум-тур у меня уже есть. Как бы я написала влог. Но я забыла, что это рум-тур. Или это... Я не написала. Тэг или влог. Не помню, короче, как писала. Как вы знаете, у меня на моем канале уже есть два влога. Это Польша. Будет много. Еще рум-тур по моему отелю будет. Потом... Зов-принят. Нет, я не снимала на своей. Кстати, у Варис Ластенки. Она подписывается на ее канал. Я сделаю еще рекламу ее. Да. Рекламу ее видео. Только по рекламе ее канал. Я так специально как-нибудь круто сделаю. Вот. И надеюсь, она мне тоже ответит, конечно, хорошим знаком. И тоже предупредит моему каналу. И еще Маши Конополева. Это три мои лучшие подруги. Я, конечно, не знаю, кто моя самая лучшая подруга. Но, скорее всего, что две они. Потому что... Ладно, давайте уже... Это уже отдельное будет видео. Давайте я расскажу. В общем, я родилась в Гомеле. Вот. Там мои все родня. Я живу в Минске. Никто, никто не переехал. В Минск, конечно, зачем им переезжать? Там они живут в Лотове. Кому интересно. И да. Кто родом из Гомеля и переехал в Минск, ставьте лайки. Да. Посмотрим, сколько нас таких. Да. И, как я заметила, у меня много лайков на мой домик для Барби. Я пролайкала. И... Как-то там... А девочку обзывает она Мупи Голди, вроде, да. Четыре лайка или три. Ну, это я тоже лайкал в своем видео, так как-то на себя я не подписывалась. У меня тогда 12 подписчиков я набрала. Так, давайте продолжим. Я родилась там 11 апреля в 9.45. Ночью или утра, не помню. Короче, да. Да, утра. Утра в 9.45. Вот. Что еще? Что еще? В 2005 года. Да. Вот. Что бы еще сказать? В общем, я родилась, я жила там до пяти вроде лет, и мы переехали, ну, точнее, мне исполнилось 6, и мы переехали уже в Минск. Да. Потому что папа все время наш уезжал туда, туда-сюда, у него было очень много поездок, очень много дел. Вот. И он с нами очень редко виделся. Да. Очень вообще редко. И мы решили... Ну, он как бы работал в Минске, он все время уезжал. Да. Вот так. И мы решили уже, наконец-то, переехать в Минск, потому что нам было вообще неудобно. То есть, так, если бы мы остались жить в Комеле, так бы всю жизнь там и прожили. И он все время от нас уезжал, практически никогда мы его не видели. Это было бы ужасно. Ну, вот так. Итак, девятый вопрос, это... Какой же он может быть? Сколько у меня кукол Монстр Хай? У меня 6 кукол Монстр Хай. Это мало, я знаю. Но, как бы я ими и не увлекалась. И если бы я им еще увлекалась, я уверяю, у меня же было где-то 30 или 20 кукол. Уверяю вам. Потому что я также стараю покупать родителей Петов, Салваниан Фэмилис, Пони. И если бы я собирала Монстр Хай, точно так же. У меня было на данный момент 40, 50 или 30 в Монстр Хай. Вот, уверяю вам. Вот, из разных коллекций. Был бы Клод, был бы Дью. Все были. Если бы я только захотела. Вот, реально. Итак, девятый вопрос. Это у меня, наверное, есть у меня сестра. Если хотите, могу видео сделать о моей сестре. Ну, конечно, она, конечно, не очень хочет пересняться про ее видео. Вообще, она не хочет делать свой канал в Ютубе. И, уверяю вам, у нее было сразу много подписчиков. Она очень веселая, крутая. И, кстати, у меня новые сережки-усики. У меня еще в логу там будут новинки. И там я буду показывать эти сережки. Ну, не одни. Там вы увидите вот такие усики розовые. Кто не видит, могу сделать отдельное видео. Вообще, кстати, да. На мои сережки. Я, как бы, не очень увлекаюсь всей этой модой. Помадами, всяким таким. Вот. Так, девятый вопрос, какой? Да. А моей сестре ее зовут Арина. Ей 16 лет. Да, много. У нее... Уж не очень приубрано. Я могу делать рум-тур на ее половину. Ну, я, как бы, делаю на свою и на ее половину. Ну, чуть-чуть на ее половину. Потому что, ну, как бы, зачем снимать рум-тур на ее половину. Да. Вот. Да. Если хотите, могу, когда ее нет, то снимать рум-тур на ее половину. Да. Опять же, пишите. И, кстати, давайте еще к 10 вопросу прибавим еще одну. Мое отчество и фамилию. Итак, меня зовут Евгения. То есть, Женя. И да, тоже дополнение к 10 вопросам. Это уже второе дополнение. Да. Нравится ли мне мое имя? Мне оно нравится, меня вполне ее устраивает. То есть, я видела одну девочку. Она там и говорила, меня зовут Ксюша. И я хочу, когда мне будет сколько-то там, 14 или 18, когда можно изменять имя, она назовет себя Есения. Это ужасное имя. Но, по крайней мере, мне не нравится. Вот. Ну, мне, кстати, нравится Ксюша имя тоже. Такое прикольное. Довольно прикольное. Но, ну, она писала, что угадала Есения, ЛПС, какие-то цифры. Вроде, я не помню. Вот. Давайте я в первом дополнении. Какое оно было? Какое у меня отчество фамилия. Меня зовут Евгения Слив Дмитриевна. Дмитриевна, так как папу зовут Дмитрий Дима. Вот. Так вот. Мне нравится. Моя мама зовут Таня. Моего папа зовут Дима. И моя сестра зовут Арина. Ну, да. Вот я вам рассказала всю нашу семью. Вот. Не знаю даже, что еще сказать. Ну, наверное, это было все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. А еще пишите в комментариях, какой у вас любимый цвет. Чтобы я тоже могла там узнать. И хотите ли вы ко мне приехать. Мы можем встретиться. Возле этой носите. Короче, как вам подобается. Можете писать все это в комментариях. Я все время проверяю комментарии. То есть, вы напишите мне под этим видео. Именно под конкретно, каким видео вы написали мне комментарии. Потому что у меня там 71 или 81 видео. Как я могу все их проверять. Это очень долго. В общем, всем пока. Спасибо за просмотр. И да, у меня телефон Samsung.